Исторический центр Самары известен своей уникальной архитектурой, которая сочетает в себе различные стили и эпохи. Главной изюминкой этого района являются купеческие дома, построенные в конце 19-го – начале 20-го века. Они поражают разнообразием декоративных элементов – витражи, изящные балконы, башни и барельефы. Сегодня мы узнаем о судьбах людей, которые когда-то жили в этих шедеврах архитектуры, исследуем их вклад в жизнь города и раскроем тайны, скрытые за величественными фасадами купеческих особняков. Начнем со знаменитого дома с атлантами. Он расположен по адресу Венцека 55 и является излюбленным местом для фотографий, как у туристов, так и у самарцев. Здание, как вы можете заметить, является примером эклектики модерна и неоклассицизма. Ну вообще, мода модерн. Вы можете увидеть Самарские улицы начала 20-го века, это именно модерн. Дом принадлежал известному купеческому роду Шахабаловых. Павел Иванович и Вера Лаврентьевна въехали в него в 1906 году. Павел Шахабалов был крупным хлебным магнатом. На первом этаже особняка располагались помещения для оптовой торговли мукой, на втором этаже – контора. Вход в жилые комнаты был в центре здания между фигурами могучих атлантов. Здесь можно увидеть вестибюль с камином, затругляющуюся парадную лестницу с прекрасной резьбой по дереву, изображающей крупные цветы подсолнуха и виноградную лозу. Стены вдоль лестницы покрыты росписью с характерными для стиля модерн длинными стеблями и листьями. Это же роскошный особняк, не имеющий аналогов вообще, такого не провинциального размаха, хочу сказать, это гигантский. Он очень отличается вообще по… Эти два атланта фантастически красивые, до сих пор не совсем понятно, кто же строил этот дом. То есть есть еще, да, не все так есть, остаются загадки. Это удивительно красивый дом. И в этот дом с 1906 года стали поступать такие необычные посылки, потому что на протяжении десяти лет туда приходили картины, картины самых разных художников. Погружение в мир искусства начиналось постепенно. Шахабаловы не заканчивали никаких учебных заведений, но достигли многого с помощью самообразования. Они проявили большой интерес к современным методам хозяйствования, науке, культуре и путешествиям. С 1895 по 1912 года пара объехала почти весь мир. Как люди, которые очень много путешествовали, они ведь очень были везде, и в Америке, и в Австралии, и в Европе, во всех странах побывали, в Японии, в Китае, то есть в экзотических странах. А десятилетия своей свадьбы они справляли в Египте, надо сказать. И поначалу, когда они начали путешествовать, они смотрели на мир вот такими распахнутыми глазами. Когда Вера Ларентина на своих воспоминаниях пишет о том, как они оказались в Лувре, она в силу своей какой-то неграмотности просто не могла понять и оценить Венеру Милосскую. Просто не было каких-то понимания, ценностных каких-то ориентиров, потому что они не получили образование должного, как говорила Вера Лаврентьевна, называя свои путешествия нашими университетами. То есть именно так. Они вот, знаете, самообразованием все брали. Посещая музей мира, видя произведения искусства, впитывая архитектуру. То есть вот они таким образом как бы вот это искусство сами изучали. Есть версия, что многочисленные семейные поездки и стали одной из причин, по которой Шахабаловы начали собирать коллекцию произведений искусства. В своих приключениях они видели все разнообразие света, бывали в лучших музеях мира, но предпочтение отдавали все же русским живописцам. Они любили работы своих соотечественников и по-настоящему понимали их. Знакомились с художниками, приезжали к ним в мастерские, заказывали картины. У Шахабаловых были планы по открытию музея в Самаре, поэтому уровень отбора картин для коллекции был чрезвычайно строгим, на самом высоком уровне. Друзьями купеческой семьи были такие выдающиеся художники, как Репин, Суриков, братья Маковские. Шахабаловы покупали, знаете, таких уже художников, которые имели имя, статус, работы которых были на выставках, то есть они имели смещательный провинанс. Работы, например, Ковенцу, которая у нас одна из любимейших для наших зрителей, она уже была на лондонской выставке. Мы находимся в гостиной, где как раз, ну как сказать, клиенты или партнеры Павла Ивановича могли ожидать, на своей очереди, для приема в его кабинете. Ну и, как вспоминали, здесь была шкура медведя, ну и висели картины крупные. Кстати, сейчас вот находится в выставочном пространстве нашего музея. Всех посетителей с Павла Ивановича Шахабалова встречал Антон Григорьевич Шуменштейн в кисти Ильи Фима Черепина и Альберт, работа того же Ильи Фима Черепина. Крупные полотна. То есть гости того периода могли лицезреть ныне экспонаты Самарского областного художественного музея. Репин им прислал. Получили сначала вот портрет Антона Рубинштейна, такой поздний портрет. Это уже поздний образец позднего творчества Ильи Ефимовича Репина. И король Альберт, который был написан по заказу вдовы австрийского подданного, бельгийского подданного Клары Лемерсье, потому что это тогда было в 2014 году, такое событие, когда вот на Бельгию Германия напала, а король взорвал плотину, чтобы преградить путь немецким солдатам. Не обходили вниманием супруги и круг мастеров, вошедших в искусство в 1880-х, 1890-х годах. В их коллекции появились работы Константина Коровина, Ильи Левитана, Михаила Нестерова. До середины XIX века привилегии коллекционирования обладали, конечно же, аристократы, императорская семья, дворянство. И только со второй половины XIX века, когда вырос класс предпринимателей, купцов, промышленников, тогда появляются коллекционеры. Мы все знаем имя Третьякова. И вот этот как бы задел Третьякова, его основание Третьяковской галереи, это повлияло на многих купцов. В частности, вот Шахабаловы точно решили следовать Третьякову. Ну и здесь появляется в Самаре еще одна фигура – Альфред Филиппович фон Вакана. Австрийский дворянин перебрался в Самару со своей семьей в 1880 году. Сразу же он подал прошение о зачислении в купцы первой гильдии. Вскоре построил пивоваренный завод, значительно приумножив свое состояние. Как и Шахабаловы, он был неутомимым путешественником и страстным коллекционером. Но если наши купцы были поклонниками русского творчества, фон Вакана интересовали мировые цивилизации. В поездках он приобретал предметы античного искусства – экспонаты Древнего Китая, Японии, Тибета, Индии, Монголии. Многие из них сейчас можно увидеть в Самарском художественном музее. А большинство экспонатов из его древнеегипетской коллекции, которая также включала саркофаг, находится в государственном эрмитаже. Широкий интерес к музеям других цивилизаций, он был связан еще с изучением орнаментов. Была великолепная коллекция ковров, которая, к сожалению, в 19-м году расползлась по кабинетам комиссаров. То есть само перечисление этой коллекции, когда мы читаем в документах 19-го года, 24-го года, предполагает, конечно же, в будущем устройство музея. И во многих протоколах Самарского археологического общества указывается, что Вакан всегда мечтал устроить музей в Самаре. Иначе, ну, зачем такой смысл в таком количестве как бы интересных памятников культуры различных цивилизаций. Многие примеры этих купеческих собраний, мы понимали, что они хотели сделать их достоянием города. Я уж не говорю о потрясающем Константине Павловиче Головкине, который не был таким богатым, как Шахабаловы. Но это был совершеннейший, не знаю, фанат города своего. Человек, который очень хотел, чтобы в городе был музей. Самарский купец и меценат Константин Головкин обладал длинным списком увлечений. Спорт, фотография, архитектура, механика. Но отдельное место в его сердце занимала живопись. С детства он увлекался рисованием и развивал этот навык на протяжении всей жизни. Он написал более 200 полотен и сделал около 2000 рисунков и эскизов. Говорят, Константин никогда не расставался с карандашом и альбомом. Головкин хотел, чтобы живопись процветала и в его родном городе. Благодаря ему в 1997 году, в 1897 году при публичном музее был создан художественный отдел. Он сам принес в дар свои работы, будучи художником-любителем. Он очень много писал. И вот это все собрание свое он подарил музей. Мало того, он агитировал художников самарских дарить в этот художественный отдел, свои работы. Но в то же время он понимал, что если этот отдел будет состоять только из местных художников, ну это будет этот уровень, потому что у них все-таки не хватало мастерства, уровня образования. И поэтому он от имени городского главы разослал 270 писем по разным художникам, дал объявление в газете о том, чтобы вот поддержали начинание. И ведь поддержали. И художники академии прислали свои работы. Это известная картина Венига, прикованной Прометей, которая всегда радует наших зрителей. У нас появился, конечно, благодаря этому отклику, работа Нестерова, совершенно дивная, на которой сохранился подпись «Дар Самарскому художественному музею». Сам Нестеров отозвался и прислал работу. То есть Константин Павлович в этом смысле уникальный человек, заслуживающий всякого уважения. И это без таких вот, конечно, личностей не было бы в нашем городе вообще, наверное, не художественного отдела, который потом, уже в 1937 году, отделился в самостоятельный художественный музей, в котором мы сейчас находимся, коллекция которого, благодаря этим купцам, такая разнообразная. 1917 год очень строго распорядился судьбой самарских купцов. Когда началась национализация домов и имущества состоятельных горожан, Шахабаловы передали свою коллекцию в дар художественному отделу. В 1920 году в собрании отцов нархоза поступает около тысячи экспонатов – коллекция Альфреда фон Вакана. Самих купцов ждали гонения, аресты, а затем забвения. Художественный отдел стал самостоятельным музеем в 1937 году. Его первый дом – Дворец культуры имени Куйбышева, ныне Самарский академический театр оперы и балета. Во время Великой Отечественной войны музей не работал, однако он организовывал выставки и приобретал картины у работавших в Куйбышеве эвакуированных столичных художников. И, наконец, в 1989 году состоялся переезд в здание бывшего Волгокамского банка. С тех пор музей мог экспонировать на постоянной основе около тысячи произведений. Долгие годы мы вообще не знали, откуда происходят эти картины, откуда к нам попал Репин, Суриков. Да, они были, но откуда? Это же как бы умалчивалось за вся эта история купеческая, конечно. И вот уже потом, спасибо Владимиру Ивановичу Володину, директору музея, потом Анне Тияклине, которая пришла ему на смену, которые проделали огромную работу, искали в архивах музеев, в Третьяковской галерее, в Пинатах, нашли вот эти письма, телеграммы Шахабаловых. Анна Тияклина, через тоже родственников, нашли уже выход на дочку Вера Павловна. И мама была жива еще, Вера Лаврентьевна, которой было уже много лет, но и вот таким образом потом по переписке они восстанавливали эти сведения, откуда, что, как. Она показывала фотографии работы. Она говорила, да, это висело у нас в этой комнате, это висело на лестнице. Надо сказать, что Павел Иванович и Вера Лаврентьевна, их коллекция, это имена, которые мы должны произносить постоянно. Это же первоклассные произведения, которые находятся в постоянной экспозиции в фондах нашего музея, были собраны непосредственно ими. Ну и вот так, конечно, если мы не будем вспоминать тех людей, которые, в общем-то, это фундамент нашей истории, фундамент нашей коллекции, то у нас завтрашнего дня не будет, а мы все-таки опираемся на эту историю. Анетта Бас была директором музея с 1958 по 2005 год. Именно она создала тот музей, который мы можем видеть сегодня. Активно искала новые экспонаты, закрывая пятна в коллекции музейного фонда. Организовывала зарубежные выставки, позволяя самарцам познакомиться с мировым искусством разных эпох и направлений. Добилась перевода музея в один из лучших городских особняков. По ее инициативе в собственность музея перешел также Шахабаловский дом с атлантами. В последние годы здание реконструируется, чтобы со временем превратиться в филиал Самарского областного художественного музея. Особенно ценно, что наш музей находится на двух берегах Великой Русской реки. Если в основном здании находится наше собрание уникальное, то на правом берегу Великой Русской реки живет наша душа, наше сердце. Там находится историко-музейный комплекс в селе Ширяево. И каждый раз, когда я говорю об этом комплексе, я вспоминаю Аннету Яковлевну Бас, уникального директора нашего музея, которая благодаря своим исследованиям, доказательствам создала вот этот вот сам наш филиал. И в этом филиале есть дом, где когда-то в 1870 году еще юный Илья Ефим Черепин остановился вместе со своими друзьями. Он искал натуру для написания бурлаков на Волге. В дворцовых интерьерах сегодняшнего художественного музея расположено удивительное художественное богатство, насчитывающее более 35 тысяч экспонатов. Ежегодно тысячи туристов приезжают полюбоваться этой впечатляющей коллекцией и насладиться прогулками по величественным залам старинного особняка. Благодаря нашей коллекции, благодаря той истории, которая еще была в прошлых веках, мы сейчас делаем свою историю и открываем новые страницы этой музейной книги.